Привет народ, с вами Варчик. Буквально через пару недель будет стрим года, на котором опять разработчики будут нам рассказывать, что у нас происходит с игрой, что ждать в следующем году. Перед стримом года у нас будет еще марафон уже совсем скоро, марафон на премиум танк. Все эти даты я думаю скоро картошка анонсирует. Обычно марафон на танк идет 10 дней, он начнется в конце месяца и как раз перед началом стрима года он закончится. И для того, чтобы подготовиться к стриму года, давайте вспомним, что было в прошлом году на таком же стриме года. Я его еще раз пересмотрел, чтобы и самому вспомнить, проанализировать, что разработчики за год сделали из своих обещаний и во что игра превратилась. Итак, первое, что не понравилось в прошлом стриме года, это организация стрима. Там была куча людей, все было шумно, не особо хорошо было слышно, там были какие-то конкурсы, концерты и так далее. Потом у нас разработчики там сидели с блогерами общались и после этого начался турнир. Получилось так, что та часть, где разработчики общаются с блогерами, им задают вопросы и не отвечают. Получилось скомканно, их подгоняли из-за того, что должен начаться турнир и нужно показывать его. Надеюсь, в этом году организация будет лучше, хотя если посмотреть, там примерно такое же описание, что там будут разработчики. Тыры-пыры троллевали, они там побеседуют и опять будет турнир. Не факт, что в этом году организация будет лучше, хотя скорее всего это все будет только в онлайн формате и толпы крикливых танкистов там не будет. Итак, на прошлом стриме года они рассказывали почему Хэллоуина отменили. Они его не доделали, не успели и решили отменить. В этом году они выпустили Хэллоуин, доделали, года два там они его делали или сколько. В итоге там все равно была куча багов. Играть в принципе можно было, но мне вообще не понравился этот режим. Я через силу у него сыграл целую одну катку. Это было невероятно скучно. Мне режим не понравился вообще. Более нудного ПВЕ режима я не видел, поэтому больше я в него играть не стал и если еще раз такое увижу, даже не зайду. Также на прошлом стриме года они рассказывали, что в этом году будет боевой пропуск и просто играя в игру мы будем получать награды. В принципе все так и происходит. Уже какой там по счету боевой пропуск. Он длинный, он огромный, он по периоду занимает много времени и ты просто играешь в игру и получаешь награды. Честно скажу, он вообще не интересен боевой пропуск. Внимание я на него не обращаю вообще. Он есть и есть. Да, действительно, просто играя в игру я получаю награды. Абсолютно не интересное событие лично для меня. Также разработчики обещали поправить разницу между 6 и 7 левелами. Очень большая пропасть там была и поднять хп на низких лвлах. Вроде бы они все это сделали, но в целом в самом низу в песке особо как-то адекватности не прибавилось. Хотя это правильные изменения, они произошли, пообещали, сделали. Был разговор еще на прошлом стриме года про артиллерию, про то как ее тестят там на песочнице, три снаряда у арты, артиллерия будет наносить в каждой ситуации разным снарядом разный урон, будет полезное там, полезное тут. Также разработчики рассказывали, что не планируют арте снижать урон, а сохранить на том же уровне. Они короче тестировали, тестировали на песочнице там еще несколько раз. В итоге сказали, что это все параша. Песочницу прикрыли, так ничего в релиз никуда не пошло. И то, что они там натестировали, им не понравилось. В принципе, а как оно могло понравиться, если оно было бессмысленное. Все пользовались более сильными снарядами, которые просто дамажат, и все. Суть была в чем? Сделать снаряд, который больше оглушает, чем наносит урон, сделать снаряд, который больше наносит урон, но не оглушает, и сделать ББшку, которая вообще непонятно нахера нужна. Они все это потестировали, поняли, что реально параша, и все. На этом все заглохло. Но разработчикам говорят одно. Уберите оглушение, снизьте урон у арты. Все. На разных уровнях есть своя арта, которая просто изничтожает весь рандом. Очень сложно ее забалансить. На самом деле нет, просто разработчики ни черта не делают. Также обещали упростить ветки прокачки. Я думаю, что это у них получилось. Ветки стали прямые, ровные, четкие, понятные и логичные. Не то, что раньше было, просто свалка какая-то. Обещали, что весной будет ПВЕ режим. Он был, я в него поиграл, там какие-то награды получил. В принципе, у него даже можно было играть. Он намного был интереснее, чем ПВЕ режим на Хэллоуин. Стальной охотник и новый турнир. Да, появился новый Стальной охотник в этом году. Добавили туда опять турнир. И в этом году Стальной охотник мне не понравился совершенно. Они обещали, что он будет более крутой, офигенный, больше там прокачек и так далее. Но в целом получилась полнейшая каша. Абсолютно неинтересно играть в то, что они сделали. Если в прошлых версиях остального охотника решал скилл, то, как ты быстро подстраиваешься под ситуацию, придумываешь правильные решения на ходу, активно и бодро участвуешь в сражении, то сейчас нужно просто быстро прокачать свой танк и правильно выбирать прокачку. Все. Практически каждая катка в Стальном охотнике, тот который в этом году, заканчивается тем, что ты либо просто всех бесплатно убиваешь, потому что быстро правильно прокачался и твой танк просто невозможно победить. Либо тебе встречается враг, с которым ты ничего не можешь сделать. Не уехать, не подъехать, не победить, не перестрелять. Поэтому было вообще неинтересно. И они вообще полностью забили болт на то, что в Стальном охотнике очень много подставушников, которые создают команды, которых там не должно быть и друг другу помогают. Ни реплеев там не сделали, ни черта. Поэтому, на мой взгляд, Стальной охотник тупо обосрался. Также обещали нам еще новый экипаж, подразделение и переработка навыков. Ничего этого мы не увидели за весь год вообще. Оборудование 2.0. Пообещали оборудование 2.0, выпустили его и, на мой взгляд, оно готово процентов на 25. Поскольку именно на столько процентов увеличилось количество используемых оборудований. Примерно на пару штук. Большая часть оборудования, как была неиспользуемой парашей, так и осталась. Понакрутили, понавертели еще с уровнями оборудования. На низких левелах одно оборудование, на средних другое, на высоких третье. В итоге получается, что тебе нужно вдоль одной ветки 3 раза оборудование покупать. Мне эта херня не понравилась вообще. Слава богу, у меня все ветки прокачаны, мне ничего покупать не надо. Но если бы я был новичком и все это с нуля качал бы, я бы устал эту парашу покупать. По факту оборудование в пару раз больше нужно покупать, чем раньше. Раньше ты одно и то же вдоль всей ветки тянул и все. А теперь тебе нужно каждый раз его покупать и покупать. Да, на низких левелах оно дешевле, на высоких дороже, но раньше тебе нужно было всего 3 штуки купить и тебе его на всю ветку хватает. А сейчас нет. Обещали добавить жемчужную реку. Добавили. В принципе, карта более-менее нормальная. Поначалу, конечно, было непривычно играть ее. Карта в целом вышла неплохая. Звезд неба не хватает, но и не параша. Карта Берлин. А вот к этой карте есть вопросы. Почему так мало места для тяжей? И куда деться танкам, которым нужно кемперить с куста? Очень много места занимает посередине поля вокруг бункера, одна канава и нихрена на карте нет. Мне эта карта не особо понравилась. Да, любители тяжелых танков иногда встретят ситуацию, когда на ней можно бесплатно 10 тысяч урона набить. Просто выезжаешь в эту одну единственную дырку в городе, высовываешь туда свое бронированное лицо и просто на зажиме с калаша мышку тянешь вниз и просто тра-та-та-та-та-та 10 тысяч урона. Потому что врагам деться некуда, они просто перед тобой стоят в одной дырке и не поймут, а где там вообще играть. Обещали нам еще там какие-то две ветки ТТ Италии и еще какую-то. Еще какую-то они там выпустили, а ТТ Италии так и нет. Еще обещали нам празднование десятилетия с размахом. Никакого празднования с размахом я не заметил. Более того, было ощущение, что любой другой праздник в картошке более интересный, чем празднование десятилетия. Это было просто никак. Растянули это на очень большой период, на протяжении которого почти ни черта не происходило. Десятилетия никакое. Также разработчики в конце еще сказали, что это будет лучший год в истории игры. Лучший год в истории игры. Наверное забыли уточнить, какой игры? Ассасин Крит Вальхалла? Киберпанк 2077? Какой игры? Любой, но не картошки? Здесь я не согласен. На мой лично вкус и цвет, играя за все время в картошке, этот год самый конченый. Именно по содержанию боев, по играбельности, по геймплею и то, что находится сейчас в каждом бою, мне кажется это самый конченый год по содержанию боев. Будет больше фичей, чем ивентов. То есть разработчики планировали, что в этом году они будут какие-то фишки в игру добавлять. А ивентов всяких, которые раньше накладывались друг на друга по три слоя, их будет меньше. Но на самом деле я вижу, что в этом году, кроме как каких-то ивентов, событий и остальной билиберды, вообще ничего не было. Да, они там добавили новые коммуникации в бою, да по сути больше ничего. Просто больше ничего за год по поводу фичей я и не помню. А вот ивенты там по три слоя друг на друга накладываются. Также у картошечки еще очень много работников добавилось. И они занимаются оптимизацией их работы. Поскольку наладить внутри компании среди большого количества работников адекватную работу, чтобы все было четко и классно, это занимает много времени. Вот они этим занимаются. И как мы видим, как я вижу, ни хрена не улучшилось. Что же еще они нам рассказали на прошлом стриме года? КБ закрыли навсегда, потому что в них никто не играл. А те, кто были в нем, они просто заходили туда, чтобы пофармить серебра. А не для того, чтобы играть. Мне даже слов нет. Оказывается, фармить серебро это не играть. Так мы покупаем все эти примтанки для того, чтобы не играть, а потом на других танках играть? В чем логика, я вообще не понял. Плохие и ужасные танкисты просто хотели пофармить, не напрягаясь, потому что они устали от вашей ебучей игры? Ну и последнее. Команда геймдизайнеров поменялась полностью. Оно и видно, что она поменялась полностью, судя по тому, что происходит в бою. Насколько изменился геймплей, содержание боя, баланс танков, карт, то как игра развивается, стрельба, артиллерия, турбосливы. Все это заметно, что команда поменялась. Интересно, что они будут рассказывать в этом году. Потому что в прошлом году столько лапши на уши навешали, что хватило на весь год. Это все чисто для того, чтобы вспомнить, что было в прошлом стриме года. Так сказать, освежить воспоминания, чтобы было понятно, к чему мы пришли через год и что они нам будут рассказывать в этот раз. С вами был Варчик, играйте красиво. Всем пока.